Актеры остальные все на сцене. Кругом улыбки, пьеса на носу. Все кланяются, да и даже Женя, а публика приветствует вовсю. Но все равно успели мы с запасом, пришлось еще изрядно подождать, пока собрались все внимать рассказу. Вот, наконец-то, можно начинать. Две равноуважаемых семьи в Вероне, где встречают нас события, ведут междоусобные бои и не хотят унять кровопролития. Друг друга любят дети главарей, но им судьба подстраивает козни, и гибель их у гробовых дверей кладет конец непримиримой розни. И сразу же заспойлерен сюжет. На тизеры сию правы нет. По милости век слабость ампера, их сгладить постарается игра. Григорио, перед ними не срамиться. Напротив, кого встречу, осрамлю. Скорее же мы зададим им баню. Самим сухими выйти из воды. Я скорчу рожу мимо проходя. Посмотрим, что на то они предпримут. Кончай грызть ногти, Толик. Я ноготь грызть намерен в адрес их. Позор им будет, если промолсят. На чей вы счет грызете ноготь, сэр? Нет, не грызу на ваш я ноготь, сэр. Грызу на счет, сказал я, ноготь, сэр. Вы набиваетесь на драку, сэр? Я, сэр. Нет, сэр, не очень набиваюсь. А если так, то я к услугам вашим. Я проживаю у господ не хуже ваших, но явно не у лучших, чем мои. У лучших, сэр. Я в этом вас заверю. Я оскорблен до глубины души. Деритесь, если только вы мужчины. Оружие прочь и мигом по местам. Не знаете, что делаете, дурни. Сейчас Алисы выход. Вот она. Но почему она стоит без текста? Читать с листочка вроде бы должна. Прочь оружие! Вы огребаете злодеи. Хочу их помирить. Вложи свой меч. Или давай их сообща разнимем. Ладно. Нет. Нет, вы огребаете злодеи. Вот с Шуриком по плану стали драться. Что же могло с ее листками статься? Провалим пьесу, если так пойдет. Входит князь со свитой. Изменники, убийцы тишины, грязнящие железо братской кровью. Не люди, а подобие зверей, гасящие пожар смертельной розни, струями красной жидкости из жил. Кому я говорю? Под страхом пыток бросайте шпаги из бесславных рук. Все бросили? Приказываю всех казнить. А может нет? Могу и отпустить. Про праздник вспомнил, слыша медь Литавр. Последний из Европы гадкий мавр был изгнан ровно пять веков назад. Не казнь тогда устроим. А парад. Пусть и одно другому не мешает. Но милости вельможи украшают. Всем решено. Я за бияк жалею. Свободны будьте. Слава юбилею! Где мог Алисин текст запропаститься? Минутка есть, пора осведомиться. Мой текст пропал. И запасные тоже. Все копии? Такого быть не может. Нет, правда. Распечаток нет нигде. Мы с Женей уж проверили везде. Собрали перед сценой совещание. Лиски сложили с общими вещами. Меня терзают смутные сомнения. По поводу сего исчезновения. Кому меня пристало унижать? Нет, я назло им буду продолжать. По памяти или выдумать смогу. И, Славя, не останусь я в долгу. У Сэм есть текст. Попробую помочь. Пусть не смогу перевести точь в точь. Суфлирую тебе, уйдя со сцены. Смекалка, впрочем, тоже будет ценной. Существует презумпция невиновности. Поэтому давайте-ка в стороне побудем от всех этих интриг. На закулисных. Ох, где найти зловредного по весу? И времени в обрез. Играем пьесу. Чего стоите тут, глаза на выкат? Скорей на сцену. Там уже ваш выход. Прочесть ли нам приветствие в стихах? Или войти без лишних предисловий? Под дудку их не будем мы плясать, А спляшем под свою и удалимся. Тогда дай факел мне. Я огорчен и не плясун. Я факельщиком буду. Ромео, нет, от танцев не уйдешь. Ты с нами спляшешь. Порешим на том. Уволь меня. Арнольд не пляшет, он даже движется с трудом. Еще один такой нашелся малый. Как будто мне одной Алисы мало. Он сам свой текст не выучил ни разу. Теперь меня сбивает. Вот зараза. Стучитесь в дверь. И только мы войдем, Все в пляс. Не пошевеливай ногами. Дай факел мне. Пусть пляшут дураки. Половики не для меня стелили. Ах, факельщик, стучись в подъезд, Чтоб не истлеть живьем. Мы днем огонь, как говорится, сжем. Кто эта барышня, С которой в ряд стал этот кавалер? Не знаю, сударь. Ее сияние факелы затмило. Она, подобно яркому бериллу В ушах арабки, Чересчур светла, Для мира безобразия и зла. Сейчас такое примут за расизм И не спасет чудной метафоризм. Надеюсь, что нет. Я к ней пробьюсь И посмотрю в упор. Любил ли я хоть раз до этих пор? О нет, То были ложные богини. Я истинной красы не знал до ныне. Как оказалось, Втрою вторглись греки. Мантеки. Мне показалось, тут Мантеки. Надеюсь, Лена дальше ей подскажет. Но пьесу все шигра такая смажет. Осмелился пробраться к нам под маской В насмешку над семейным торжеством. Мальчишка. Забыла, черт. А Лена не слыхать. Похоже, мне придется подсказать. По-моему, вот это. Но я не помню. Мальчишка, шпагу. Мой дорогой, Зачем ты поднял крик? Очень вовремя она появляется. Я совсем забыла. Я что-то думала, Она появится уже после пьесы, Но она что же здесь играет? Знакомьтесь, Ленкина сестра Алена. Уныл тян. Да-да, та самая. Мой дорогой, Зачем ты поднял крик? У нас Мантеки. Ну, как бы, блин, Я не горю желанием Особым прям помогать Алисе. Понятно, что тут первый вариант, Скорее всего, будет, но... Давайте второй. Ну, Алиску уж не убьют за это. Умывался ли он у них? Убирался? Убирайся. Или защищайся. Оставь его. Вот мой тебе приказ. Уйти с вареньем, Проглотивший кость. Смирением победившегося. Злость. Что ж, я уйду. Но ваш незваный гость, Которого нельзя побеспокоить, Еще вам будет много крови стоить. Закончены Алисины мучения, Но за грядущий скорый эпизод Не меньше я питаю опасения. Меня же рандеву с Джульеттой ждет. Я ваших рук рукой коснулся грубой. Чтоб смыть кощунство, Я даю обед. К угоднице спаломничают губы И зацелуют святотатство след. И тут прервать Ромео должен речи, Целуя руку молодой девицы. Не слишком ли он храбр для первой встречи? Покажут время и чужие лица. Святой отец, пожать ей рук законно, Пожать ей рук естественный привет. Паломники святыням бьют поклоны, Прикладываться надобности нет. Однако губы нам даны на что-то. Да, для молитвы, добрый пилигрим. Святая, так услышь тогда молитву. Устам позволь прильнуть к устам твоим. Не двигаясь, святые внемлют нам. Недвижно дай ответ моим мольбам. Вот и настал тот трепетный момент. Не хочется устроить инцидент. А что могу я предложить взамен? Как поступил бы истый джентльмен? Подался к замершей своей подруге, Раскрывшей очи с широко в испуге. И вот она. Решение очевидно. Как мип, я чмокнул воздух безобидно. Вот, с губ моих весь грех теперь и снят. Зато мои впервые им покрылись. Тогда отдайте мне его назад. Теперь мне предстоит второй заход. И вновь к Саманте я тянусь вперед. Однако у меня мысль пронеслась, Что в этот раз вперед Сэм подалась. Невольно заглянул в ее глаза. И ясно, что не ясно ничего. А если поцелую? Что с того? Ох нет, Семен, дави на тормоза. Тот поцелуй удался нам отлично. Теперь закончить следует прилично. Эхе-хе-хе. У меня большое искушение выбрать второй вариант. Но давайте все-таки... Все-таки пока что выберем первый. И вновь маневр свой ловко повторил. Честной народ ни разу не смутил. Хоть обещал ее поцеловать, Опасности тому не занимать. Ну а чего еще она хотела? Вожатая обдушила, как от Элла. Жульетта! Синьора, матушка вас просит. Кто матушка ее? Она глава семьи, хозяйка дома. А я вскормила дочь. Вы с ней сейчас стояли. Помяните. Кто женится на ней, Тот заберет хороший куш. Так это Капулетти? Я у врага в руках и пойман в сети. Прощайся. Вижу, шутка удалась. И даже чересчур на этот раз. Минута есть за сценой отдохнуть. И снова в драму с головой нырнуть. Семен, ты все мне верно подсказал? Или тебя я плохо услыхала? Никто ошибок этих не признал. Пусть не точь-в-точь местами роль читала. Мне без текста лучше было сгинуть, А не стоять на сцене, рот разинув. Лишь потому я не сбежала прочь, Что согласился ты, брехун, помочь. Прости, твой текст мы очень плохо знали. Вас сдать в воровке надо б на теперь. О Славе слышал? Знаешь, что за зверь? Не будем с осуждением спешить. Да что ты! И кого тогда винить? Меня, быть может, обвиним мы спешно. Раз есть и репутация, конечно. Наверное, Алиса виновата. Что, если не повинна в том, Так в этом? А Славечка чиста бела, как вата. Ты тоже с ней теперь поешь дуэтом? Ммм... Ну а вдруг это кто-нибудь еще? А если тексты утащил другой? Допустим, Женя. Вариант такой. Ну то и найти мотив не мудрено. Без разницы. Подлюги заодно. Скольких против себя ты ополчила? Не важно то. Тогда и Алис шутила. Теперь же с ними я шутить не буду. Такую подлость долго не забуду. Так, мне теперь назад на сцену нужно. Давай хоть доиграем пьесу дружно. Пока мест мы еще не провалились, Не делай ничего. Договорились? Расслабься, я не Славя. Меру знаю. Народу портить вечер не желаю. Не прозевать свой выход. Я пошел. Поспрашивай, вдруг тексты кто нашел? Ромео, стой! Ромео не дурак. Он дома и, наверное, в постели. Он перелез через эту стену в сад. Погромче позови его, Меркуцио. Идем. Зачем искать того, кто найден быть не хочет? И что за блеск я вижу на балконе? Там брежет свет. Джульетта, ты как день! Встань у окна. Убей луну соседством. Она и так от зависти больна, Что ты ее затмила белизною. Стоит, сама не зная, кто она. Губами шевелит, но... Но ни черта, конечно же, не ясно. И тут не обошлось без горлопана. Вожатые, примите хулигана. Губами шевелит, но слов не слышно. О, горе мне. Ромео, почему же ты, Ромео? Вопрос резонный, кстати говоря. И роль Ромео получил он зря. Отриняться, да имя измени. А если нет, меня женою сделай, Чтоб Капулетти больше мне не быть. Зовись иначе как-нибудь, Ромео. Ты всю меня бери тогда взамен. Базара ноль? Да как там было? Сбил меня проказник. О, по рукам. Теперь я твой избранник. Я новое крещение приму, Чтоб только называться по-другому. Кто это проникает в темноте, В мои мечты заветные? Ты не Ромео? Не Монтеки ты? Не тот, не этот. Имена запретны. Тогда проваливай, ай-ай-ай. Шутник наш обезврежен. Продолжай. Прошу благословения, Господня. Кому б ко мне такую рань сегодня? Святой Отец. Ах, да ты. Вполне ли ты здоров, Что пробудился раньше петухов? Ты должен был по нездоровью встать, А то и вовсе не ложился спать. Ты прав, об этом не было по мину. Прости, Господь, ты был у Розалины? Нет, с Розалиной у меня конец. Я имя позабыл ее, отец. Я одобряю. Что ж ты так сияешь? Сейчас, отец, ты главное узнаешь. Дочка Пулетти, знай, я полюбил. И ей такую же любовь внушил. Мы друг без друга часа не протянем. Все слажено, и дело за венчанием. Святой Франциск, какой переворот. О Розалине уж и речь не идет. Но если так мужское слово шапка, Какого ждать от женщины порядка? А, впрочем, я ведь плут, капиталист. Уже вношу вас в свой венчаний лист. Где носят черти этого Ромео? Он был сегодня ночью дома? Нет, я там справлялся. Слыхал? Тибальт, племянник Капулетти, Прислал ему письмо. Вызов, конечно. Ромео наш ему ответит. Бедный Ромео. Уши у него прострелены сиренадами, Сердце любовную стрелою. И такому-то тягаться с Тибальтом. А что, Тибаль, такое? В вопросах чести настоящий дьявол. Фехтует, как по нотам. Раз, два, а три уже сидит по рукоятке у тебя в брюхе. Гляди-ка, не как Ромео. Бонжоу, сеньор Ромео. Здорово вы нас вчера надули. Здравствуйте, оба. Надул? Каким образом? А как же, уговор был идти вместе, А вы улизнули. Прости, милый Меркуцио, я теперь так занят. Вот Лена, что кормилицу играет. Короткая ей выпала камео. Обговорить венчание желает. Затем хозяйкой послана к Ромео. На горизонте парус. Целых два. То юбка и штаны. Ах, где мой веер? Скорее дайте веер, чтоб прикрыться. Он ей наверняка исправит внешность. С добрым утром, добрые государи. С добрым вечером, добрая государыня. Разве уж вечер? По-видимому, в вашей жизни бесспорно. А ну, вас право. Что вы за человек? Пустое. Кто мне скажет, где найти мне юного Ромео в этом доме? Из людей с этим именем я самый младший. Если вы Ромео, мне надо вам сказать что-то доверительное. Тогда давайте отойдем. Прощайте, старая барыня, прощайте. Прощайте, скатертью дорога. Боже правый, я до сих пор не могу прийти в себя. И все меня так и трясет, подлый хвостун. Сэр, ведь я-то пришла совсем по другому делу. Моя барышня, как говорится, просила меня узнать. Что она просила, это, конечно, моя тайна. Но если вы, сударь, собираетесь ее дурачить... Погоди, нянюшка. Во-первых, передает меня барышне поклон. Уверяю тебя. Я передам ей это, добрая вы душа. То-то она обрадуется. Что передать ты хочешь? Передам, что вы уверяете. Этого довольна. До встречи. Но погоди, нянюшка. Да-да, тысяча поклонов, барышня. Семен. Ну, пропавшие листки нашла. О да, как сперла, так и отдала. Оправдываться пред тобой не буду. И не желаю больше пересудов. Спасибо, Славя. Без проблем продолжим. Минуточку. За что спасибо все же. Уж пьесу нам испортила она. Осталось только вынуть меч из ножен. И будет роль моя завершена. Клинки из жести, кстати. Ими б надо размахивать предельно осторожно. Легко и шишку получить в награду. Да и заразу занести несложно. Сейчас ржавчиной поранишься немножко. Ты поняла? Дуэль не понарошку. Алиса, что я слышу? Что за дикость? Не больше, чем Славина двуликость. Прощения хочет? Пусть же признается. Прощения не хочет? Пусть дерется. А эти возвращенные бумажки уже не купят никакой поблажки. Затмение на вас, гляжу, нашло. Иду к вожатой с этим я, покуда у вас не слишком далеко зашло. А после обе будут звать Иудой. Не надо, так мы не продолжим пьесу. Коль драки вашей нет противовесу, не будет драки. Пусть разок ударит, раз то ей наслаждение подарит. Всего разок? Не так описан бой. Окстись, Алиса, что это с тобой? А с ней? Что за смирение? Откуда? Сама ведь знает, поступила худо. Желает наказания за то. Ты... Ты сама жестокость. Вот ты кто. Ммм... Где ты нашла их, Славя? Расскажи. Узнала вора, если... Укажи. Славяна же насупившись, молчала. Похоже, правда вора опознала. Я человек не лживый от природы, но также хорошо храню секреты. А я бедою не была от роду. И в этот раз не обвините в этом. Ни время для рассказов и ни место. И публика не очень-то уместна. Я понял. Это Шурик, козья рожа. Он день за днем мне козни строит тоже. Четырехглазый? Тот меня боится. Но гадина одна могла решиться. Ее обида не пройдет вовеки. Речь об особе из библиотеки. Не может быть, что плена и твой враг? Да-да-да, ничего удивительного вообще. Алиса показала мне кулак. Ты тут как дуб. Про Женю говорю. На Славину реакцию смотрю. И убеждаюсь, так оно и было. Но что ж ты нам ее не заложила? Наверное, вы были заодно. А может нет. Откроется оно. Тебя готова с саблей отходить. Зайси им и изволь на сцену поспешить. Прошу тебя, Меркуцио, уйдем. Сегодня жарко, всюду капулетти. Нам неприятности не избежать. И в жилах закипает кровь от зноя. Нет, все, теперь уж поздно. Ручаюсь головой. Вот капулетти. Ручаюсь пяткой. Мне и дела нет. За мной, друзья. Я потолкую с ними. Словечко два. Не больше, господа. Словечко два. Хотел удар другой. Всегда к услугам вашим. Дайте повод. Его еще и принято давать? Меркуцио? В компании с Ромео? В компании? Да что за выражение? В артеле мы бродячих музыкантов? Вот мой смычок. Заставлю вас попрыгать. Отстаньте. Вот мне нужный человек. Ромео, сущность чувств моих к тебе вся выразима в слове «ты мерзавец». Я вовсе не мерзавец. Будь здоров. Я вижу, ты меня совсем не знаешь. А скоро до тебя дойдет известие, которое нас близко породнит. Расстанемся друзьями, Капулетти. Трусливая, презренная покорность. Я кровью должен смыть ее позор. Как, крысолов Тибальд, ты прочь уходишь? Что, собственно, ты хочешь от меня? Одну из твоих жизней девяти. О, царь кошачий. А после восемь остальных я выколочу следом. Тащи за уши шпагу ты, покуда я не тащу за уши целого тебя. С готовностью. Такие вот зеленые береты я ем на завтрак, право по утрам. Вот встали в позу наши дуэлянты. Их кошки на душе моей скребут. Не примирил их. Были варианты? Надеюсь, что друг дружку не прибьют. Меркуцу оставь. Мечи два раза в воздухе сошлись. И с большей силой, чем необходимо. Алиса тут возьми да усмехнись. Еще один удар проходит мимо. Вынь меч, бенволья. Выбивай из рук у них оружие. Господа, стыдитесь. Тибальд, Меркуцио, князь запретил побоище на улицах Вероны. Промеж врагов Ромео должен встать в губительной попытке их разнять. Ах! Из-под его руки Тибальд разит, и кровь, увидев, тут же прочь бежит. Чума возьми, семейство, ваши оба. Но что же Славя вдруг молчит, осела, когда ей дальше нужно говорить? Я тоже вижу кровь. И побелела. Не верю. Нет, 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 не может быть. Эй, ты чего? Я что, тебя не ча... Мы в ступоре, не надо ль звать врача. И словно чудо ждем, чтоб Славя встала и роль свою по плану доиграла. А зрители считают все спектаклем, и крови не удивлены ни капли. Простите, закружилась голова. Свой текст не позабыла я едва. Жива, молитвам внемлет проведение. Но что случилось, что за наваждение? Веди Бенволью, чувств сейчас лишусь. Чума возьми, семейство, ваши оба. Я из-за вас стал кормом для червей. Все прахом. Увел Славяну Шурик за кулисы, в прострации оставив нас с Алисой. В смятение, будет правильнее сказать. Бежать за ней? Или пьесу продолжать? Не слушаются ноги, руки тоже. Вот Шурик, вид спокойный. Мы продолжим? Ромео, наш Меркуцио угас. Его бесстрашный дух вознесся к небу, с презрением отвернувшись от земли. Но в целом-то она... Точнее, он как? Мертв совершенно. Недобрый день. Одно убийство это. Грядущего недобрая примета. Не говоря о том, что плохо по себе. Приметы забывать немаловажно. Что ты лопочешь, не в своем уме? Шепнул тогда сердитый Шурик мне. Ты видишь, вот опять Тибальд кровавый. Как, невредимый на вершине Славы? Меркуцио убит, но дух его еще не отлетел так далеко, чтобы тебя в попутчике не жаждать. Ты или я разделим этот путь. Нет, только ты. Ты в жизни с ним якшался. Ты и ступай. Еще посмотрим, кто. Теперь и нам с Алисой смертный бой на сцене надлежит изобразить. Вот только в этот раз ее герой уже не должен в схватке победить. Я сделал выпад, и Тибальд повержен. Зал зрительный теперь слегка растержен. Сочувствуют Тибальду? Нет, едва ли. Скорее выхода к Алисы ждали. Беги, Ромео, живо! Горожане в движении. Ты Тибальда заколол. Тебя осудят насмерть за убийство. Что ты стоишь? Немедленно беги. Два раза и не надо бы напросить. Быстрее со Славей жажду говорить. Что там случилось, Славя? Ты цела? Алиса тоже к Славе подошла. Поранила? Специально бы не стала. Казалось, тебя шпагой не достала. На сцене глупость сделала, ребята. Не сорвала чуть пьесу. Виновата. Не кровь-то. Это был свекольный сок. Хотела всем преподнести урок. Реакцию народа посмотреть. Вдруг плакать будет кто? А вдруг жалеть? Придумала, но делать не хотела. Пред боем разозлилась, осмелела. Ммм. Ты спятила? Как можно так шутить? Вожатый папа чуть не стал клиентом. Собрался к медсестре тебя тащить. Понес бы, не хватило лишь момента. Но Славе вовремя остановилась. С чего Алиса за нее вступилась? На сцене поняла, как будет худо. Прости меня, я больше так не буду. И как бы людям после объяснила, что смеха ради пьесу провалила? Сказала бы, то часть игры, конечно, чтоб было публике смотреть потешно. И мне бы с рук оно легко сошло. Ведь перегнуть немного не грешно. Признаюсь, я была несправедлива. Ты не стукачка, вовсе не труслива. Листки взяла не ты, но их вернула. И фокус соком ловко провернула. Не стала нам комедию ломать. Девчонка, ты что надо, не отнять. Не то, чтоб мы могли друзьями стать. Кто правильным пытается предстать, а сам... Хотя на этом мы прервемся. Не лезь ко мне и миром разойдемся. Обиды забывая, ты согласна? Конечно, это было бы прекрасно. Прощения от тебя не ожидала. Раз шалостей я много совершала, то опыт я имея и закалку, ценю в других и дерзость, и смекалку. Отец, какие вести? Какие новые напасти? Что приговор гласит? Ты прав, с тобою в дружбе беды все. Я весть признес от княжеском решение. Он дело переносит в страшный суд? Нет, зачем? Его решение мягче. Ты к ссылке, а не к смерти принужден. О, лучше сжалься и скажи, что к смерти. Вне стен Вероны жизни нет нигде. Неблагодарный. Ты ведь по закону достоин смерти, а остался жить. Какая это милость, это месть. Небесный свод есть только над Джульеттой. Собака, мышь, любая мелюзга живут под ним и вправе с ней видаться. Но не Ромео. Стучат. Вставай, скорее, Ромео, прячься. Святой отец, скажите, где Ромео? Он на полу. Мертвецкий пьян от слез. Какое совпадение. Точь в точь она. Вот так лежит и плачет. Что с ней? Я верно ей кажусь злодеем. Что говорит? Ревет, ревмя ревет. То на постель повалится, то вскочит, то закричит Ромео, то Тибальд. Ромео. Ах, это имя гибет для нее. Вы встаньте, сударь, встаньте. Мужчина вы, вам слезы не к лицу. Встань, человек. Жива твоя Джульетта. Это счастье. Пойди к Джульетте ночью на свидание. Как решено. И успокой ее. Но возвращайся до обхода стражи. А то не сможешь в брюге ты попасть. Вот уж чего не ожидала, так не ожидала я отсылочки на этот фильм здесь. Ставьте лайк, и все, кто понял отсылку, кто смотрел этот фильм. Ладно, продолжим. Заляк на дно, пока найдется повод открыть ваш брак и примирить дома. Потом упросим, чтобы тебя вернули, и радость будет в 200 раз сильнее, чем горе нынешнего расставания. Звучит как план. Скажу, что вы придете. Доложу. Как ожил я от этого всего. Спокойной ночи. А теперь вступай. Спокойной, лучше доброй пожелай. Ромео убежал. Сижу за сценой. Неподалеку замечаю Лену. Кормилица. Ну, как у нас дела? Нормально, если я не подвела. Не показался странным поединок? Я отошла, чтоб текст свой повторить. Боюсь, что не сыграю без запинок. Не отвлекаю, продолжаю учить. Уходишь ты. Продолжение следует. Побудь еще. Куда тебе спешить? Пусть схватят и казнят. Раз ты согласна, я и подавно остаюсь с тобой. Мы пили чай всю ночь и будем дальше, как должно делать людям молодым. Нельзя, нельзя. Скорей беги. Светает, светает. Это жаворонка-песнь. Теперь беги. Блеск утра все румяний. Обнимемся. Прощай. Я спрыгну в сад. Я буду посылать с чужбиной весть. Со всяким, кто ее возьмется свесть. Увидимся ли когда-нибудь мы снова? Наверное. А муки эти все послужат нам потом воспоминанием. Прощай, прощай. Ты встала, дочь? Отец твой полон и тебе заботы. Чтобы тебя развлечь, я выбрал день для праздника. Нам и во сне не снилось нежданное такое торжество. Что ж, в добрый час. Когда назначен праздник? Четверг, моя хорошая. Четверг. Как прекрасный граф Парис, твой нареченный, с утра нас приглашает в храм Петра, чтобы с тобою сочетаться браком. Клянусь с Петровым храмом и Петром, ничем с Парисом я не сочетаюсь. Какая спешка. Гонят под венец, когда жених и глаз еще не кажет. Прошу, услышьте. Замуж рано мне. Ты что, не поняла всей чести? Гордись. Не поняла, во сколько раз жених знатнее нас? Должна благодарить. Но не горжусь. Какая гордость в том, что ненавистна? Но и напрасный труд ваш дорог мне. Брось эти штуки, все уж решено. Что гордость мне твоя и благодарность? А вот в четверг, пожалуйста, изволь пойти венчаться в храм с Парисом. Или тебя я на веревке притащу. Отец, прошу вас слезно на коленях. Позвольте только слово мне сказать. Ни звука, все заранее известно. В четверг будь в церкви, или на глаза мне больше никогда не попадайся. На размышления у тебя два дня. И если ты мне дочь, то выйдешь замуж. А если нет, скитайся, голодай. Тебе тогда я больше не отец. Эй, Эй, Ромео, подойди. К концу подходит пьеса. Смена тоже. Чтоб грусти не бывать, отметим, может. Согласен, если после постановки в наш домик набирается массовка. Заманчиво. И еще кто приглашен? Кого еще позвать, детишек кроме? Ульянки посему не будет в доме. Славяна будет точно. Кто еще? Ого, вот уж кого не ожидал. И звать-то некого мне, если честно. А сам бы ты кого еще позвал? В том смысле, с кем бы ты пришел совместно? Ээээ... Не приду еще, не решил с Саманту. Ну-у-у-у. Ну, допустим. Да ты, я погляжу, совсем дурак. Двоим вам разделиться хоть на вечер. Отныне получается никак? Нет, видеть не хотим ее навстречу. Не кипятись, а почему бы нет? Она куда своих серьезней лет? Хоть взрослые напитки отпадают. Но вечеринки и без них бывают. Так не годится. С ней неловко всем. Достаточно, что Славя будет там. А с ней из разных звездных мы систем. Вожатой только не хватает нам. Тогда я пас. Я пас тогда. Гуляйте до рассвета. А мне тогда не светит пьянка эта. Иди играй с любимицей в бирюльки. И молока погрей еще в кастрюльке. Чтоб гостья завтра не слегла с простудой. Поверить не могу, какой зануда. Спасибо, что не кинула в догонку Навета про пристрастие к ребенку. Но если вдруг потом я возьмусь перечитывать и буду выходить на рут Алисы, то, конечно же, можно будет дать согласие. Джульетта, мне твоя печаль известна. Как быть тебе, ума не приложу. В четверг слыхал твое венчание с графом. И будто отложить его нельзя. Не говори, раз выхода не видишь. И если ты не можешь мне помочь, то оправдай меня, по крайней мере. И мне в беде поможет этот нож. Ты говоришь, что вместо свадьбы с графом в себе нашла бы силу умереть? Что ж, если так, есть средства вроде смерти. Я дам его, но тут нужна решимость. Продам, вернее. Вещь цены немалой. Хоть не пытаюсь я набить карманы. Но больно дороги те компоненты. Мышиные хвосты и экскременты. К нам с жалобой назад не возвращались. Возможно, впрочем, что не просыпались? Без колебаний это совершу, чтоб не нарушить верности Ромео. Тогда ступай уверенно домой. Ляг и предсну откупай эту склянку. Когда ты выпьешь весь раствор до дна, тебя скует внезапный холод. В жилах должна остановиться будет кровь. Ты обомрешь, но не умрешь совсем. В тебе не выдаст жизни ни слабый вдох, ни след тепла. Когда тебя придет будить Парис, ты будешь мертвый. Так у нас обычай. Тебя сейчас в ваш склеп снесут фамильный. Я вызову Ромео. До того, как ты проснешься, мы с ним будем в склепе. Вы сможете уехать в ту же ночь. Дай склянку мне. Не говори о страхе. Возьми ее. Я напишу письмо. К Ромео отправляю с ним монаха. Его услуги должна оплатить. Мужайся и решимость прояви. Решимость эту я найду в любви. Сударыня, сударыня, вставай. Пора вставать. Ай-яй, какая Соня. Джульетта, разве будет хорошо, когда тебя застанет граф в постели? Сударыня, сударыня. А ну-ка. Не может быть. Сюда. Она мертва. О, Господи. О, Господи. На помощь. Что ты шумишь? Ужасное несчастье. Посмотрите. Ах, жизнь моя, дитя мое родное. Окоченела, холодна, как лед. О, Господи. Она давно без жизни. Смерть, взявшая ее без сожаления, сжимает горло мне, лишает слов. Ну-ка. Готова в храм идти, невеста? Идти пойдет, но не придет назад. Ее в супруги взял подземный царь. О, Боже. Не глядели бы глаза. Какой проклятый день. Какой проклятый. Моей душой, а не моим ребенком, была она. И вот она мертва. Знать мало вы любили дочь свою, когда не рады, что она в раю. Да что же вы такое говорите? Пожалуй, лишнего сказал. Простите. Я человек для вас чужой, а умничать люблю. Давайте выполню я роль свою. Осыплем это тело розмарином и вынесем венчальном платье в храм. Отправимся. Сударыня и вы. Вы тоже, граф. Пойдите, приготовьтесь. Ее пора на кладбище нести. Свой выход, ожидая, рад безделью. Но славя прервала мое веселье. Сырой кафтан пыталась отстирать. Да разве можно чем-то свеклу взять? Я молча вид ее улыбкой встретил. Уже не очень странный текст. Приметил? Там слышен политический окрас. Должно ли это впряль заботить нас? Скажи, к Алисе собралась ты вправду? Тебе в том что-то показалось странным? К таким вещам я холодна обычно. А хоть и друг позвал бы закадычный. Но тут теперь у нас расклад другой. Алиса вроде главный не друг мой, но мира хочет и смогла позвать. Стремление это стоит поддержать. Возможно, суну в ваше дело нос. Намерения не ставишь под вопрос? Должна ли? Почему ты так спросил? Я много перепалок пережил. Для веры в то, что все у вас в порядке и кончились взаимные нападки. Возможно, я тебя разочарую. В игру мы не играем ни в какую. Сказала, отказался ты прийти. Неужто времени не смог найти? Смогу едва ли. Впрочем, может сдаться, что и удрать из домика удастся. С вожатой вечер в планах? Ох и дивно. С чего бы? Любит делом нагружать. На вечер? Не настолько я наивна. С ней не живешь. Удобно рассуждать. Ты в курсе, что там будет алкоголь? Не точно, но сей шанс не исключен. Чего молчишь? Ответить уж изволь. Наш вечер им не будет омрачен. Ну, мой так точно. Я сама не пью. Кто пьет, тот пусть. Чайку себе налью. Конечно, пьяных я терпеть не буду. Уйду. Туда дорогу позабуду. Что за заминка? Там уж пятый акт. Кого-то ждут, пока у нас антракт. На стуле потянулся, я зевнул. Эх, с радостью сейчас бы прикорнул. Сколько можно дрыхнуть, а? Задолбал. Кхм. И выход свой проспал бы. Вот позор. Задолбок из столовой одолжил. Мода делаешь. Что ж вы делаете-то, а? Еще ведь и Алиса будет там. Ты так себе представил. Срам. Срам. Тебе открою тайну. В игре той давней, твой удел печальный. Однажды. Двум известным нам актрисам. Конечно, я Олень и Алисе. Когда-то с портлото билет достался. Он выигрышным, кстати, оказался. Им выпал главный приз – автомобиль. Да кто для них ту Волгу поделил? Решили две коварные девицы устроить меж собой соревнования. Кому Семена сердце покорится, та побеждает в этом состязании. Ммм, вон, значит, о чем речь шла. Ну и было нетрудно догадаться. Победа – затащить тебя в постель. Но не в любой момент, а после пьесы. Не так. Кто подошел, тот и успел. Девчонки наши – те еще повесы. Кто раньше преуспеет – проиграет. Сейчас тебя не тронут. Выжитают. Одной Алисе звать тебя неловко. Вот, позвала меня. Лишь согласилась, чтобы помешать в задуманном чертовке. Там Лена на свиданку не просилась? Ну-ну, ты что, спокойнее, Семен. Конечно, ты сейчас опустошен. Но разве не казался тебе странным, повальный вдруг у девушек успех? Каким ты объяснил самообманом? Растяпа ты, Семен, ну правда, смех. Была ко мне ты дружелюбна тоже. С растяпой и любезной быть не гоже. Откроюсь. Спор я тоже принимала. Секрет я выдав. Волгу проиграла. Спор на троих? Четвертая найдется? На них, глядя, любая увлечется. Теперь ты самый модный охламон. Спор на троих. На этом все, Семен. Не верю. Как Станиславский. Ты еще можешь выиграть или ты проиграла. Ну окей. Сюжет припоминаю мелодрамы, в которой, охмуряя Наспардаму, влюбляется герой неосторожно. А то его простить за это сложно. Хотя обоих после счастья ждет. Конечно, не на твой я это счет. Я вижу, ты совсем другая. Знаешь? Ах, вот как. И кого из них прощаешь? Неважно. Хоть обеих. Твое дело. Очистить совесть только я хотела. Да, чудные дела творятся в датском королевстве. Но, судя по всему, ему это приснилось. Проснись и пой. Хотя бы декламируй. Давай уже на сцену дефилируй. Мне все это приснилось? Вот так раз. А побеждала ли ты в лото у нас? Речь шла об этом или мне приснилось? Мотает головой. Все прояснилось. Но мне кажется, эти выборы так на так нас выводили на чьи-либо рут. Бенволио? Свистями из Вероны? От моего монаха писем нет? Ну, как жена? Что дома? Как Джульетта? Скажи скорее. Дело только в ней. И все в порядке, если ей неплохо. Джульетте плохо никогда не будет. Ее останки в склепе Капулетти. Ее душа средь ангелов небес. Я видел погребение Джульетты и выехал вас тотчас известить. Помилуйте меня за эту новость. Что ты сказал? Я шлю вам вызов, звезды! Беги в мой дом. Бумаги и чернил. Достанем лошадей и выезжаем. Джульетта, мы сегодня будем вместе. Обдумаю, как это совершить. Я видел старика. Он знает яды. Что людям запрещают продавать. За склянку я его озолочу. От жизни этой отдых получу. Сие душеспасительное зелье я захвачу к Джульетте в подземелье. Ужасные я вести получил. Письмо мое к Ромео возвратилось. Посыльный наш монах на полпути принял ислам. Уж он в небесном царстве. Сражаться будет там за гроб господень. В их этом тухлом Иерусалиме. Губить людей хороших, вроде нас. Предателю не быть на побегушках. Подлец рекомендации не дождется от меня. Фаршивая работа. Не того я ждал. Когда в трактире Том его спасал в день нашей первой встречи роковой. Когда не сдох он чуть, давясь мацой. О чем я сам с собой тут говорил? Ах да. Задержка этих строк грозит несчастьем. Придется самому сходить к гробнице. Джульетта может встать с минуты на минуту. Да не простит, что я еще не известил Ромео. И все же я не буду торопиться. Дай мне кирку и лом. Возьми письмо. Оно к отцу. Теперь дай факел мне. Стань в стороне. И что бы ни случилось, не вмешивайся. И держись вдали. Немедленно уйду, чтоб не мешать. Любовь моя, жена моя, темный жнец хоть высосал, как мед, твое дыхание, не справился с твоей красотой. Прости меня, Джульетта, для чего ты так прекрасна? Я могу подумать, что ангел смерти взял тебя живьем и в заперти любовнице удержит. И губы, вы, преддверия души, запечатлейте долгим поцелуем со смертью мой бессрочный договор. Пью за тебя, любовь. Ты не солгал, аптекарь. С поцелуем умираю. Я осознаю, где быть сейчас должна. Я там и нахожусь. Где ж мой Ромео? Мой муж лежит со мною, упокоен. Что он в руке сжимает? Это склянка. Он, значит, отравился? Ах, злодей! Все выпил сам, а мне и не оставил. Но, верно, яд есть на его губах. Быть может, с поцелуем смерть найду. Лежу. Саманта, преклонив колени, меня, помедлив, накрывает тенью. Теперь вожатый гнев нас не минует. Джульетта беззащитный труп целует. Не в шутку тронули ее уста. И каждый понял, это неспроста. Зачем, Саманта? Как же ты решилась? Или случайно это приключилось? Бедняжка оступилась, не иначе. Спасибо, не плюется и не плачет. Иных причин и не вообразить, С чего б Сэм так решила поступить. А что она об этом говорила, И на словах как будто разрешила, Лишь что про Мео не было обидно. Не испытать ей совести укор. Словать ей не всерьез уж, очевидно. Зачем на публике терпеть позор? Я слышу голоса, пора кончать. Вот ножен содержимое, поможет. А вот и я, друзья. Но что же? Вот лежит Ромео, вот Джульетта. Опять тепла и вновь умершвлена. Печально зрелище, и мне сулит проблемы. В своих решениях подростки так поспешны. За это их господь и ненавидит. Вот взять хоть музыку их бесовскую. Уж за нее одну грехом не будет Немного по карманам их пошарить. Свою лишь плату только честно взять. Что тут случилось? Ищите, кто виновник из уверства. Вот тут слуга Ромео и монах. При них орудий взлома. Ими вскрыта могила эта. Глянь, жена, как наша дочка истекает кровью. Сдержите горестные восклицания, Пока не разъяснили этих тайн. Когда я буду знать их смысл и корень, Не буду вас удерживать от мести. Пока пусть пострадавшие молчат. Где эти подозрительные лица? Хоть без вины, как будто главный я. Так говорят на первый взгляд улики. Рассказывай, что ты об этом знаешь. Я буду краток. Коротко и так для длинной повести мое дыхание. В письме подтверждены слова монаха. Но в случае любом, Сей божий человек наказан быть не может. Но может быть слегка вознагражден. Где вы, непримиримые враги, И спор ваш Капулетти и Монтеки? Какой для ненавистников урок, Что небо убивает вас любовью? Мы больше не враги уж, А собратья по несчастью. Монтеки, руку дай тебе пожму. Сближение ваше с обраком объято. Сквозь толщу туч не кажет солнце глаз. Пойдем, обсудим сообща утраты И обвиним или оправдаем вас. Но повесть о Ромео и Джульетте Останется печальнейшей на свете. Закончено. Осталось поклониться. Ах, чудные, но редкие моменты. Все сделано. Работа завершилась. Осталось принимать аплодисменты. Актеры, да и зрители устали. Последние нас спешно покидали. У лицедеев было много дел. Хоть кто-то и из них сбежать успел. Задумался. У сцены все сижу. И с планом действий не определиться. Мне скучно ремесло, как погляжу. Махнуть, что ли, в театральное? В столицу? Не зря же мне лет двадцать форы дали. Еще сыграть успею в аватаре. Мне ближе, впрочем, мысли о насущном. Я чую, вечер выдастся нескучно. Последние деньки остались в смены. Когда, как не сейчас, решать проблемы? А Сэм стоит в раздумьях одна. С ней на мгновение встретились мы взглядом. И тотчас же ко мне идет она. Но не успела, хоть стоял я рядом. Вожатая меж нами возникает. С собой бесцеремонно увлекает. Домой, Семен. Там кое-что обсудим. А кругу сценами смущать не будем. Какие сцены? Даже это слово оскомину изрядную набило. Не надо сцен, мне и без них хреново. Участвовать еще в одной не в силах. Годится. Я сама от вас устала. В покое вечер провести желала. Мы поняли друг друга. Очень рад. Отбуду по делам, сменив наряд. Нет, не отбудешь. Все, теперь пострел. Терпение мое в конец извел. Ты не продолжишь этих гнусных дел. Свои деньки на воле ты провел. Отныне под домашним ты арестом. Продлится он до самого отъезда. Опять попал в ухватистые лапы. Назойливого местного гестапо. Спокойно. Главное ее не злить. Пусть даже очень хочется грубить. Я ваше беспокойство понимаю. И наказание тоже принимаю. Хоть и имею мнение свое. Но вот на вечер планов громадье. Когда друзьям я это объясню. Вернусь повинность отбывать свою. Ну да, Семен. Хорошая попытка. Не по себе мне от ее улыбки. Надеюсь, повторю и ты усвоишь. Из домика? Ты больше не выходишь. Коль надо, караул к тебе приставлю. Но в домике сидеть тебя заставлю. Поговорить поймите, с ней обязан. Что было, было. Большего не будет. Уходит лето. День отъезда назван. Разъедемся. И каждый все забудет. Поймите же, вам нечего бояться. И дайте по-хорошему расстаться. Семен, твои попытки бесполезны. Они меня лишь больше убеждают. Череда твоих поступков неуместных. Большую нам опасность представляют. А вот тут я не знаю. Я затрудняюсь. Мне вовсе не к Саманде. Она меня все равно не отпустит. Видите что? Не знаю сам, что на нее находит. Между нами ничего не происходит. Разумны будьте. Нечему и быть. Пустите ей мне это объяснить. Не надо строить из себя невинность. Отсутствует в словах необходимость. Весь лагерь ничего видал отлично. Молчать тут будет более прилично. Ну да, очень несправедливо, если учесть, что это Саманта поцеловала Семена, а не он ее вообще-то. По-всякому пытался уболтать. По-доброму сегодня не удрать. Уйти? Она, конечно, не отстанет. Еще со мной, наверное, драться станет. Никто не разберет, что я был прав. Лишь все усугублю, вот так удрав. Конечно, я судьбе не повинуюсь, но как-нибудь потише ориентируюсь. Или погромче. Так ее достать, что ей меня захочется прогнать? Вот почему вы к нам такая злая? Вас, может, комплекс к этому склоняет? Вам запрещали, может, так дружить? Откройте эту тайну. Что таить? Я добрая еще. Ты обожди. Как сможешь хорошенько разозлить, на складе разместишься под замком. Ну что, Семен, желаешь новый дом? Так час прошел. Мое уходит время. Как глупо, даже не могу поверить. Провел я много вечеров пустых. Сегодняшний совсем удар под дых. Сам виноват, на дерзость не решился. Потерян вечер. С этим я смирился. Как у Алисы там дела со Славей? Вдруг без меня они получше сладят? Что обе столку на потолок глядеть? Из клетки сей, орел, не улететь. Не кисни-то, в другой приедешь раз. Глядишь, и Ольга будет не указ. Я слышала, у вас листки пропали. Как же без них вы пьесу доиграли? Спасибо Славе, вовремя вернула. Она сама их, что ли, умыкнула? Не может Славе ничего украсть. Уверен так, сама тебе сказала. Она не хуже вас, чтоб воровать. Может, вы-то сами ничего не крали? Так тут у нас воровка. Не молчите. Подробности скорее расскажите. Твою нахлет ошибка. Ерунда. Вам ерунду поведать нет труда. О многом не придется рассказать. Мне интересно. Я готов внимать. Внимай тогда. Жила-была заколка. Жила она на магазинной полке. В галантерейной лапке за углом. Мы были часто в магазине то. Заколки эти девчонки полюбили. Иные много штук себе купили. Но мне тогда мать денег не дала. За что-то я наказана была. Зараза ж не давала мне покоя. Из-за нее решилась налихое. Уж слишком дрянь мозолила глаза. Цвета, узоры, яхонт, бирюза. Пришла без денег в этот магазин. Неслыханный то был адреналин. Вот так заколку эту я стащила. Вас не заметили там? Не побили? Тогда никто об этом не узнал. Но дома мой энтузиазм пропал. К заколке я не прикасалась даже. А на душе день ото дня все гажа. А скольких это стоило мне нервов. Чуть что пугалась милиционеров. И почтальонов. До любого в форме. Меречился тогда такой позор мне. Отличница, пример для всех была. Узнали б, со стыда бы померла. Чем кончилась, ты спросишь? Да ничем. Зарыла я ее и нет проблем. С тех пор чужого не брала, конечно. Раз красть мне неприятно, буду честной. А если бы заколку ту не взяли, сейчас бы постоянно воровали? Хм, возможно, не исключено. Но у детей украсть совсем грешно. Ну что ж, Семен, день длинный был. Устал? Спасибо вам, весь вечер отдыхал. Понятно все. Ложусь я потихоньку. Спим вместе. Арестован ты поскольку. Ложись-ка ты, чтоб не сбежал у стенки. А я уж с краю. Что таращишь, зенки? Не вместимся. А ежели прижаться? Ну, видел бы лицо свое. Расслабься. Шучу я. Удаляйся во свояси. Ведь ты всерьез не думаешь бежать? К своим друзьям не станешь пролезать? Средь ночи не особая охота. Ничего, сломаю что, пока темно. И славно. На меня нашла дремота. Спокойной ночи и приятных снов. Но сон не шел ко мне порой полночный. Ворочался, перебирал слова. Затем от всякой мысли стало тошно. Так, мне нужна пустая голова. Она не спится. Может, погулять сейчас? И, кстати, день закончен. Первый час. Ну и закончен. Какая мне разница? Я не золушка. У меня в полночь деньги в рубли не превращаются. Так ведь? Наконец-то, друзья, товарищи, стихи закончены. И мы возвращаемся к нормальному, обычному, прозаичному чтению. Но вернемся мы к нему уже в следующей серии. А я пойду отдыхать и беречь свое горло. Ну что ж, я надеюсь, вам нравится этот мод. Буду ждать ваших комментариев. И скоро увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok